Карамба ТВ представляет Здарова, это Карамба Решает, и сегодня на ваши вопросы отвечает Дмитрий Камикадзе Ди Иванов, главный редактор Карамбы. Я попросил Макса Крылова убрать все вопросы о сраной политике, но он не справился с этой задачей, поэтому вот есть парочка вопросов. Игорь Диденко, Диденко. Зачем ты участвуешь в выборах в Координационный Совет Российской Оппозиции? Мне очень хочется начать делать что-нибудь реальное, а не, как некоторые пользователи, писать в комментариях исключительно. Это, конечно, почетное занятие, но иногда надоедает. Артем Данильченко. Диденко Данильченко. Придя к власти, как бы ты боролся с педофилами и наркоманами? Ты знаешь, мне кажется, что педофилы и наркоманы — это разные все-таки вещи. К педофилам нужно относиться бережно. Газ, электрический стул, инъекция. А наркоманы все-таки надо поречье, надо чистые шприцы, еще что-то. То есть бороться как-то можно и выводить на путь. Потому что наркоман — это заболевание, а педофил — это... То есть я даже не могу представить, да, вот, представляешь, вот маленькая девочка или маленький мальчик, и возбуждение к ним. Вот. Так что это что-то такое за пределами моего понимания. Хоть я и либерал, да, там все свободы, ценности, но я не могу принять это никак. Владимир Масалов. Далеко хочешь пойти в политике? Пока мне не стукнет, там, не знаю, 40 лет, вообще не хочу серьезно туда соваться, потому что оппозиция в нашей стране это никогда серьезно не будет, пока я в это не верю. Надо очень сильно развиваться. А когда у меня все будет, в том числе и за границей, конечно, я пойду далеко в политике. Ваниту Рунетов. Что бы ты купил? PS3, где игр нет, или Xbox, где картинка подтормаживает? У меня есть и то, и другое, друзья. Я знатный задрот, просто не афиширую. Я каждую неделю подавляю себе мысль делать сраные летсплей или обзоры на игры, которые никому нахер не будут интересны, просто потому что я люблю играть. Сейчас я играю... Ого, господи, в Borderlands 2. Мне очень нравится, и жду Хитмана нового. Ну, это вообще круто. Что-то еще в файтинге какие-то мы играли в прошлый раз с Карамбой у Юджина дома, и я там всех вздрючил. Даже Хэл-Е вздрючил, который думал, что он меня вздрючил, на самом деле я его вздрючил. Да, Серега? Сергей Плохов. Или Плохов. Что ты будешь делать 21-12-2012 в день предполагаемого конца света? Я буду смеяться над теми придурками, которые верят, что выживут. Игорь Коркс. Корх. А как ты стал главным на Карамбе? Ну, я убил генерального директора. Вот, закопал его труп и потом сделал маску. Специальную одел ее. И после этого я стал главным на Карамбе. Сережка Лесовой. Дима, а кто основатель Карамба ТВ? И как появилась идея создания? Основателей, по-моему, у нас было пять человек. Генеральный подъюсер, генеральный директор, главный редактор, Макс Плюс 100 500 и креативный директор. Мы однажды вместе собрались и решили, что надо сделать Карамба ТВ точка ру, и чтобы Макс на всех протаскивал вперед. Но вот успешно Макс с этим справился и продолжает этим заниматься. Спасибо тебе, Максим. Мы тебе продолжаем выплачивать твои 5000 рублей ежемесячно за это. Юрий Болотов. Куда будешь заливать видос, если закроют YouTube и ВКонтакте? Я сделаю специальный плеер. Тот же плеер, на котором Госдума будет заливать свои видео с заседаний пленарных. И там специально буду все пошлять, нагрузить. То есть я полностью поменяю формат видео. Если раньше я пытался шутить на тему политики, как-то изящное, то теперь вы будете умиляться при просмотре Плюс 100 500, потому что у меня будет мата в миллионы раз больше сортирного юмора. Это будет мечта всех школьников в моей ролике, когда закроют YouTube и ВКонтакте. Может, мне будет срать на просмотр, я просто буду делать то, что мне хочется. Так, Диана Колокольцева. Почему заглох проект с прекрасной улыбчивой Таней? Куда ты ее делал? Женился она у тебя теперь в кухонном рабстве? Женщина в кухонном рабстве вообще это нормальное состояние дел, но не вышло. Не жениться, не затащить ее на кухню как следует. На проект не хватает времени. Там надо писать сценарий, чтобы проект был смешной, надо написать крутой сценарий. А у меня на это нет времени. У меня даже нет времени на то, чтобы помогать Сереге Хэлле делать ролики. Он меня умаляет в последнее время. Видите, он реже стал делать. Ну, нахожу, как-то справляюсь. Но если я забью на Серегу, понимаете, больше людей будет страдать, чем если я возобновлю эти новости. Евгений Качнов. Дмитрий, как ты считаешь, действительно ли национал-социализм так плохо, как многие считают? Друзья, если вы считаете, что можно как-то обсуждать национал-социализм на полном серьезе, в России, в стране, которая победила Гитлера, все вот это вот, мне с вами не по дороге. Мне даже это обсуждать смешно. Смотрел «Невинность мусульман» стоит ли фильм того скандала, который разгорелся? Нет, фильм полное дерьмо. Я посмотрел где-то минут пять. Это, как я прочитал в комментариях, замечательная характеристика. Это «Борат для бедных» или что-то такое. В общем, полное дно, отстой. И такая шумиха вокруг всего этого действия. Это не иначе, как привязка к предвыборной кампании в США. Я других объяснений найти этому не могу. Особенно то, что Ютуб отказывается удалять этот кал с себя, с Ютуба. Так. Андрей Неизвестный. Тебя никогда не били во время интервью для плюс сто пятьсот вопросов? Это трехсотый раз, наверное, когда мне задают этот вопрос. Ни разу нас с Измайловым не били. Один раз только пытались камеру сломать. Но там был какой-то пьяный психопат. Ну, то есть реально был больной человек психически. Ну, Измайлов просто отвел камеру и все. То есть даже никаких серьезных попыток не было. Один раз, может быть, помните, я об этом жалею. Когда я задал какому-то человеку, который отсидел, ну, видно было, по наколкам. Я ему задал вопрос, просыпаетесь ли вы с петухами. Он на меня посмотрел таким взглядом, как будто сейчас готов был убить. Вот. И потом сказал, вы что, охуели? И ушел. Я просто думал, что он мне ебнет после этих слов. Но он не ебнул, он просто ушел. Дмитрий Казанцев. Как ты ругаешь Макса, когда он опаздывает на работу? Макс настолько сильно опаздывает на работу, что я его там даже не вижу. Александр Савченко. Лабуды до хера, когда можно будет увидеть твое недокументальное художественное творчество? Друзья, у меня в проекте и курсовая, и дипломная работа, которую обязательно выложу где-нибудь весной, курсовую. А в следующей осенью, быть может, даже и диплом, который у меня про гастербайтеров, гастарбайтеров, вот. И про всю эту штуку, значит, про шовинизм наш бытовой, про все это отношение к тому, что таджики насилуют в России девушек и все дела. Это все будет, но не скоро. Сейчас у меня на это нет времени. Нет времени. Нет времени у меня. Наталья Павлова. Дмитрий, откуда появилась фраза «Здравствуй, дорогой друг?» Ты ее придумал спонтанно или это было задумано по сценарию? Есть ли вообще сценарий для твоих роликов? Спасибо. Я ее абсолютно в начале всегда пихал стандартно, потом стала фишка, и люди стали удивляться, когда перестал ее убирать. То есть были моменты в начале творчества, когда я ее не ставил. Люди удивлялись. Ну и потом я понял, что надо какую-то фишку фирменную сделать. Ну вот она появилась, и щелчком в конце. Это были все вопросы. На следующие вопросы я не знаю, кто там ответит, потому что у всех так много дел, у них не хватает времени ответить на ваши вопросы. Но у меня-то нашлось, видите. Так что смотрите karamba.tv.ru, оставляйте свои вопросы следующим проектом, потому что Карамба решает не только вопросы лично автора, но и вообще о жизни. Возможно, мы сможем доказать теорему фирма или еще что-нибудь. Было приятно поговорить в объектив. Удачи, пока.